Всякая война до того, как она началась, и всякая военная операция до того, как она началась, развивается вовсе не так, как планировали, и надо сказать, что сейчас, внимание, пожалуй, генштабов всего мира приковано именно к нашим войскам на Украине, потому что там не война России с Украиной, там война Соединенных Штатов с Россией. Более того, это такой эксперимент, первый, в общем, по-настоящему эксперимент того, как комитет начальников штабов Соединенных Штатов подготовил Украину в качестве плацдарма к военным действиям с Россией, и начал этот эксперимент, подтолкнув нас и доведя до состояния, когда деваться было уже некуда, и надо было понять и посмотреть, кстати, а как? Вот, считайте, такая разведка боя. Правда, российский генштаб сработал на опережение, на опережение, я уже это говорил, очень и очень небольшое, это очень сильно разочаровало, товарищи, достаточно. Посмотреть, что сейчас пишут в американских и европейских военно-аналитических материалах по поводу наших действий на Украине. Соответственно, намертво никто туда не собирается вводить войска, либо объявлять бесполетную зону. Это признано опасным, бесполезным и категорически неправильным с точки зрения интересов Запада, потому что они у нас не выиграют. Вот это надо учитывать. Второе. Воевать на Украине с Россией американцы намерены, и их европейские союзники, до последнего украинца. Именно поэтому туда идет техника, порядка 17 тысяч единиц вооружений серьезного образца, джавелины, то устаревшие несколько, но тем не менее вполне дееспособные, и стингеры поставлены. Именно поэтому туда направляются боевики ЧВК, частные военные компании, во-первых, на то и существуют, чтобы те, кто отслужил свое в различных спецназах, спецподразделениях, ну, скажем так, не шатались по улицам и банки не грабили. А их же надо девать на какую-то войну. Вот сейчас нет Ирака, нет Афганистана. Куда их девать? Они оттянулись обратно в Англию, Францию, Бельгию, Соединенные Штаты. О, как раз, смотрите, вот закрутилось на Украине. Да, несколько тысяч человек там есть, наверное, еще потянутся, ну, тысяч до пяти, насколько мы сейчас понимаем, наемников туда подгонят. Это, безусловно, недостаточно для того, чтобы не только переломить ход операции российской там, но и нанести России сколько бы то ни было серьезный ущерб, но более чем достаточно для двух целей. Во-первых, для того, чтобы защитить имущество и личные авуары каких-то суперолигархов, которые поднанимают сейчас эти компании. Мы их фамилии все называли. И, во-вторых, для совершения диверсии терактов. Потому что, ну, поверьте, нетерриториальные ополчения, набранные в украинских городах и селах, зачастую буквально пинками туда загнанные, будут совершать теракты на трубопроводах, на газораспределительных станциях, попытаются совершить теракты на АЭС или химических заводах. Уж поверьте мне, будут этим заниматься люди профессиональные, вполне себе подготовленные, проходившие определенную школу войны, обстрелянные и хорошо вооруженные. Для этого их туда и подгоняют. Потому что Украина никому не жалко, экономика вообще никого не интересует, население ее интересует кого-то еще меньше. И есть кто-то полагает, что те, там, примерно полмиллиона, в ближайшей перспективе до миллиона человек, которые уехали в Польшу или вот-вот уедут в Польшу. Сейчас цена на границы, насколько я понимаю, от 5 до 10 тысяч евро с машины. В случае, если денег у вас нет, пропускают женщины и детей, украинские пограничники, мужчин тормозят, что называется, все через военкоматы. Поэтому значительная часть украинского населения мужского, которая переместилась на Западную Украину или в Закарпатье, на сегодняшний момент никуда двинуться просто не может. Ну, тут вот одна из последних новостей. СБУ задержала сына и внука Софии Ротару за попытку уехать в Молдавию. Да хоть куда? Тут уж людям, на самом деле, вполне все равно, куда бежать. Они бегут от войны, они ее боятся. Особенно те люди, которые знают, что представляет собой нацики, что представляет собой СБУ. Не хотят оказаться в качестве части живого щита, не хотят оказаться заложниками, не хотят, чтобы дом взорвали там на собственную голову. Совершенно не готовы сидеть в квартале, посредине которого установлено какое-нибудь тяжелое ракетное оборудование или артиллерийская установка, как это происходит сплошь и рядом и в Хиеве, и в Харькове. То есть, тут еще большой вопрос, от чего они бегут. Когда люди бегут от войны, они от своей армии бегут зачастую быстрее, чем от наступающих. И на Украине это ровно так и есть. На сегодняшний момент, тем не менее, наиболее, пожалуй, опасной является ситуация с лабораториями, которые там развернул Пентагон. Вот три с лишним десятка биологических лабораторий и химических, но в первую очередь биологических, это угроза, о которой, честно говоря, до того, как начиналась операция, особо-то не говорили. И мне она тоже в голову грешен, не втемешивалась. Ну, я как-то на ядерной станции пристально смотрел, на гидроэлектростанции, потому что катастрофу устроить на гидроузле – это элементарно. Ну, хорошо, на большой металлургический завод смотришь, на химическое предприятие, да, на какой-нибудь там узел в жёлтых водах, где уран чистят. А вот что лаборатории, где испытывают патогены и усиливают их, причём, ну, вот сегодня уже, понятно, был доклад в Минобороны, руководителя РХЗО, и вообще-то говоря, сегодня понятно, вплоть до того, в какой лаборатории и с какими патогенами работали. Где усиливали вирулентные свойства и смертоносность в Одессе, где во Львове, да не дай бог. И это, кстати, ещё одно доказательство того, что вообще-то по-хорошему, если говорить о безопасности России, то под контроль надо брать все те лаборатории Пентагона, которые существуют на Украине. Во Львове, значит, во Львове. Более того, я уже говорил об этом вчера и повторю сегодня. У меня большой вопрос, а где ещё, на каких территориях бывшего Советского Союза стоят американские военные лаборатории, где отрабатывается биологическое и химическое оружие, против России? Мне никто ничего из Казахстана не хочет по этому поводу сообщить. Нет? А если не мне, я понимаю, то, может быть, действующему российскому президенту кто-нибудь позвонит с руководства и расскажет, что там у них делают? Давайте я пока не буду называть места, где дислоцированы эти лаборатории, в республике Казахстан, братском, дружественном государстве. Члене Евразес, правда, президент Такаев? Ну, Касым Жамарт Такаев-то должен об этом знать. Даже если его в эти лаборатории не пускали. И я совершенно не уверен, что такого рода точки существуют только там. Там они существуют. Мы об этом знаем. И в эти лаборатории российские военные и военные других стран, ОДКБ, в ходе короткой операции январской, которая пресекла попытку переворота и свержения президента Такаева допущенной, не было. Близко их к ним не подпустили. И это тоже интересный вопрос. Не много ли игр с многовекторностью у коллег на постсоветском пространстве? Диологическое оружие – это смертельная угроза. Я уж даже не знаю, чего мне насчёт коронавируса теперь думать. Чего-то мне всё меньше и меньше верится в ту одинокую, злую-призлую, вирусами отравленную летучую мышь, из-за которой вся планета встала на уши. Что-то не кажется мне, что это вот именно с летучей мыши началось. Тем более много говорили о том, что были исследовательские проекты у американцев как раз в городе Ухань. Ребята, никто ничего не хочет там просветить. Вообще-то биологическое оружие запрещено, вообще-то от него все давно сказали, что отказались. Это всё понятно. И тем не менее. На сегодняшний день ведётся, повторяю, на сегодняшний день ведётся демилитаризация, ну и, конечно, деноцификация Украины. А вот что это значит? Демилитаризация, понятно. Все угрозы для безопасности страны военной должны отсутствовать. Всё. Разоружена должна быть эта территория с точки зрения возможности нанесения по России какого угодно удара. Она должна быть безопасна. Ладно. А что такое деноцификация? Интересный вопрос. Тем более, сколько времени на неё нужно? Постоянно задают два идиотских вопроса. Сколько времени нужно на военную операцию? Ну, прям вот удивительно. И сколько времени нужно на деноцификацию? И тут, если говорить о военной фазе операции, армия должна получить на горячую фазу времени столько, сколько ей нужно. Иначе. Ну, что означает быстрое окончание военной фазы большие жертвы? Как среди своих военнослужащих, так и среди мирных жителей. При этом никогда американцев это не смущало. Последний пример мы видели в Ираке в том же Афганистане. Там косили всех подряд, кого угодно. В медиа эти все истории не попадали. Средства массовой информации, как правило, блокировали любую информацию, негативную по отношению к демократизаторам. Редко-редко чего-нибудь выскакивало. Начинался страшный скандал, но это скорее исключение, чем правило. Ковровая бомбардировка, ну, значит, ковровая бомбардировка. Все. Тюрьмы, в которых пытают, ну, значит, тюрьмы, в которых пытают. Кстати, одну такую вот надысь нашли, занятой националистами части Донбасса. И сейчас много чего по этому поводу будет интересного, хотя откровенно страшного. Вот мы так действовать не можем. Во-первых, своих военнослужащих как-то жалко. Во-вторых, зачем избыточное количество военнослужащих ВСУ уничтожать? А в-третьих, гражданское население-то вообще надо максимально беречь. Если его своя армия не бережет, уж тем более нацисты, так кто-то людей беречь-то должен. Скажут ли они за это спасибо? Неа, не скажут. Никогда не говорят. И нигде. Это мы сказки себе рассказывали о том, как советскую армию встречали в освобождаемых странах Европы. Где их встречали цветами? В Германии, что ли? Счастливые немцы? Так нет. В Австрии? Да тоже нет. В Венгрии, которая дралась до конца. Вон Сорос тут недавно вспоминал, как фашисты в Будапеште сражались с русскими, точно так же, как, как он говорит, героические защитники Киева с ними сражаются. Правильно вспоминал, да. Вот тогда в Будапеште, в 44-м, как раз фашисты с нами и сражались. И в Киеве абсолютно то же самое происходит. А что делать? Гитлера выпускать было нельзя. И оставлять у власти нельзя. Так ведь то же самое сейчас на Украине происходит. С теми же самыми людьми, пронизанными той же самой идеологией. Ну что ж, мы продолжаем эфир. Мы говорим о ситуации на Украине, вокруг Украины и всём, что связано с процессом и демилитаризации, и деноцификации. Зачем, собственно говоря, это всё шло. На сегодняшний момент нам упорно говорят со всех сторон, что необходимо как можно быстрее, любой ценой остановить военную операцию. Ну, как вам сказать. Интересная идея. Значит, частично это результат активности людей, которых я называю полезными идиотами. Есть такая характеристика. Люди искренне верят, что это надо. Частично это результат заранее и достаточно давно проплаченной и организованной подрывной работы, которая в ситуации, вообще-то говоря, военных действий является преступлением и предательством Родины. Если это, речь идёт о гражданах России. Частично это попытка спасти недобитых нацистов. Вот всё, что делают наши западные и незападные соседи по планете, которые говорят, как можно скорее, как можно скорее, договаривайтесь, договаривайтесь. Это оно. Но их задача состоит именно в том, чтобы спасти ценные кадры. Их потом можно использовать либо против Российской Федерации, либо в других местах планет, в конце концов. Ну, слушайте, сколько фашистов использовали после войны во французском иностранном легионе, во Вьетнаме, в Алжире? Сколько эсэсовцев дожило благополучно в Европе до 90-х годов? Как вообще в западной зоне оккупации Германии проходила деноцификация людей? Даже тех, кого приговорили к каким-то сракам, они их не отбыли. А многих и ни к чему не приговорили. Даже организаторы геноцида, например, геноцида цыган, цыганских детей, занимали спокойно себе места в муниципалитете по профильной специальности. Я в своё время в одном из наших эфиров пару лет назад об этом говорил. Вот человек-психолог, детский психолог. И она и работала спокойно психологом. Потом вышла на пенсию. А когда иск против этой дамы подали, на руках которой была кровь замученных в медицинских экспериментах в Освенциме, в большом количестве детей, а срок давности? Срок давности, ну что вы? А чего это вы так? Ну вот уже на дворе конец 50-х годов. А о чём вы говорите? Нормальное кино. И то же самое касалось огромного количества нацистов из запрещенных организаций, из преступных организаций, из организаций признанных ООН преступных. Да плевать это всё. Мы сейчас действительно имеем дело ровно с этими людьми. Их выпистывали. Их воскресили на Украине не из ничего. Отнюдь из хорошего такого, очень годного материала. И на Украине, и в Прибалтике такого рода людей полно. Большое спасибо Никите Сергеевичу Хрущёву, который в своё время большое количество их с тем, чтобы контрастировать со своим предшественником, из лагерей выпустил, не от бывших наказаний. И они вернулись обратно, заняли посты, прошли в комсомол, профсоюзы, партии, стали начальниками, хозяйственные были люди. Вообще-то говоря, составили основу уже к середине 70-х, 80-х годов украинского партийно-хозяйственного руководства. Так, на минуту. Опираться на них? Да это святое. Превращать их, детей, в нормальных нацистов? Легко. Что с этим делать? Держать под контролем. Вот не военный разгром националистических формирований и, отряхивая руки, уйти и сказал, а теперь разбирайтесь сами. И ждать, что какой-нибудь из их олигархов или какой-нибудь из их бандитов или бывший президент Янукович? Не буду говорить даже, чего я думаю про этого человека, который внезапно всплыл, неизвестно откуда-то он сидел как-то так под плинтусом и молчал. А теперь он всплыл и начал много говорить, вот что эти люди Украину поведут светлое будущее. Не, не поведут. Только если у каждого за спиной будет стоять и ласковыми глазами смотреть на него свой личный, персональный Рамзан Ахмадович Кадыров, тогда поведут. Пока что таких людей нет. Мы не знаем, кто будет руководить Украиной, но совершенно понятно, что этим людям придется принимать очень жесткие, неприятные и болезненные решения. И одним из них будет процесс перековки мозгов. Людей надо учить перестать ненавидеть соседей за то, что они говорят на другом языке. Неважно на каком. На венгерском, на русском, да на каком угодно. Венгрицы в Закарпатии получили ровно то же самое по языку, что получили русские в Донбассе. Людей с уголовными склонностями надо сажать. Не место уголовникам среди нормальных людей. Ну, не место. Они не должны сбиваться в банды, в стаи. Не должны. Уж тем более не должны уходить в руководство краев, областей, городов. Ничего хорошего из этого не будет. И тут совершенно неважно, это наркомафии или обычные бандиты. Людей должны обеспечивать будет нормальная хозяйственная деятельность. Вода, газ, свет. Обязательно. Работающая канализация, работающие школы. Работающие школы с учебниками, которые не воспитывают супернациональную исключительность за счёт вытирания ног соседей. Ну, ничего страшного, в Советском Союзе писали такие учебники. Это же не та бредятина, которая на Украине сегодня с переписыванием истории по Миколы Галичанцу и другой Шпании. Такая местная помесь Фоменко и Носовского. Ну, да. Людей надо приучать к тому, чего нельзя делать. С детства. С детства надо учить, что нельзя обижать человека, потому что он другого народа или другого языка, другой веры или другого цвета кожи. Придётся. Когда-то у нас это называлось интернационализм. Ну, извините, ребята, придётся так. Никуда вы не денетесь. И здесь ничья национальная с песней, лучше другой. Людей надо, как это произошло в Германии, возить и тыкать носом, по Донбассу возить и показывать, что там творилось, водить экскурсиями на Аллею Ангелов, показывать тайные тюрьмы нацистов, объяснять, что происходит, когда и если сбываются планы по крупной техногенной катастрофе, что происходит не с Россией или с Белоруссией, что происходит с населением Украины, в случае, если что-нибудь рванёт, не дай бог, если придётся на, что называется, реальных объектах показывать, что произошло, пока ещё такого рода больших техногенных катастроф не случилось, но это пока. Это воспитание, этим надо заниматься, потому что школа – это не место для оказания услуг, образовательных услуг. Тот идиот, который это придумал, у нас в том числе, а на Украине то же самое, ну, вообще-то говоря, гнать надо поганой метлой и быстро гнать в шею и из образования, и людей его всех надо гнать. У нас у самих тут рыло в таком пуху по вестернизации нашей системы. Это занимает столько времени, сколько должно занимать. С пониманием, что международные организации, организации объединённых наций, все эти комитеты комиссии, все те, кто называет себя правозащитниками, защитниками. Уж извините, пожалуйста, я знаю этих людей много десятков лет. Среди них есть очень милые, наивные люди, а есть холодная, циничная, подлая сволочь, которая готова закрыть глаза на любые пытки, на любую тиранию, на любого диктатора. Если сверху спонсоры скажут, что вот с этой страной не надо ссориться, она нам нужнее, она нам, к примеру, сейчас газ или нефть поставит вместо России. Знаем мы эти правозащитные структуры, более или менее понятно, кто связан со спецслужбами, как во всём этом завязаны Amnesty International, как завязаны врачи без границ с разведкой. Ну, ребят, знаем, известно, это хорошо. По Сирии это было видно, по Ираку это было видно, видно это было по Советскому Союзу, да как это было видно. Это хорошо работающая система, как симфонический оркестр, целью и задачей которой является прекращение в том числе существования нашей страны, ну, а в перспективе и Китая. Параллельно? Учитывая то, что санкции-то вполне себе надолго. Мы, конечно, можем радоваться тому, что сейчас Европа разорится, и Запад разорится на нефти, на газе. Вот стоимость газа поднялась на фьючерсах уже выше трёх тысяч долларов. Немыслимые совершенно деньги за тысячу кубометров в Европе. Вот стоимость нефти. Спасибо тебе, дяденька Байден, поднялась уже почти до 140 долларов за баррель. Это всё понятно. Моральное удовлетворение мы от этого, может быть, и получим. Короткое, но получим. А вот вопрос реиндустриализации Российской Федерации стоит. Ну, Боинг наконец-то отказался покупать у нас Титан. Отлично. Существует ли программа настоящей, вот не фальсификации и не имитации создания российской авиации, а настоящего создания, воссоздания гражданской авиации, а? Может, ещё какие-то старые специалисты есть в КБ недобитых усилиями товарища Сердюкова? Серьёзная проблема. Собственные самолёты. Я понимаю, что хочется, чтобы поменьше денег было, побыстрее, полегче, быстрее отчитаться. Это я всё понимаю. И все эти проекты совместные российско-китайские самолёты, это оттуда. А чё, и по Супер-Жету ещё не видно было, чем это кончится. Сплошные западные узлы и никакой локализации. Локализация означает, что всё, что вы жизненно важного производите, должно быть ваше. Двигатели самолётов и двигатели автомобилей, двигатели вертолётов и турбины для кораблей, запчасти для вашей на автомобиле строительной отрасли, для вашей авиастроительной отрасли. Оборудование, на котором это всё производится, должно быть вашим. Ага, ребятки, станкостроение, машиностроение, ваше должно быть, а не чьё-то. Не завезёте. Ну, или, ну как, ну, может, никогда не завезёте, а может, сможете что-то получить только великими контрабандными усилиями, вон иранцы так работают. Ну, альтернатива, какая альтернатива? Это вам приходится тогда промышлять в мыслях своих и чувствах установлением контроля над теми странами и теми заводами, которые вам нужны. Тогда пусть эти заводы там находятся, и вы себе всё привезёте. Ну и что, это реально? Может, реально, кстати, я даже не знаю, посмотрим, интересно будет, как всё пойдёт. Ситуация при этом понятна. Идёт война на уничтожение против нас. С одной стороны, идёт большой передел мира, с другой стороны, мир перестаёт быть однополярным, Соединённые Штаты перестают быть гегемоном этого мира. Я вовсе не говорю, что Россия будет гегемоном этого мира. Нет, конечно. Но с военной точки зрения и по некоторым ещё оставшимся у нас ещё недобитым технологиям, тем же компьютерным технологиям, да, мы много чего можем. Очень серьёзным центром силы будет Китай, очень серьёзным центром силы будет Индия, Турция, Иран, ЮАР. Собственно говоря, почему эти страны не поддержали санкции против России? Ровно поэтому. Ровно потому, что в том мире, который будет, они видят для себя ну куда больше возможностей, чем в том мире, который сейчас есть. Здорово. Не будет ПАКС Американо. Перестанут приходить менять правительство какие-нибудь корпуса морской пехоты. Перестанет Госдепартамент зудить над ухом, выкручивать руки. Перестанут морочить голову с тем, чего можно или нельзя делать местным правительством. Почему, собственно говоря, аравийские монархи же не выступили против нас? Ни Эмираты, ни Кувы, ни Саудовская Аравия. Не выступили. А почему? Потому что. Да, они союзник Соединенных Штатов, но Соединенные Штаты доказали, что они, во-первых, союзник, ну, скажем так, плохонькой, бросит в любой момент своих союзников на произвол судьбы. Во-вторых, очень непостоянный непостоянный и исключительно зависящий от внутренней, внутриполитической конъюнктуры. И ради решения каких-то собственных вопросов любой американский президент может похоронить какого угодно союзника. Как это происходит сейчас с Байденом, демократами и иранской ядерной сделкой, от которой заливные монархи арабского мира в диком шоке и абсолютно ее расценивают последствия катастрофические. А так вроде как ну, они себя особо-то не подставили, они немного перешли черту, но при этом перспективы для них гигантские. Кто-то выбирает другой путь. Ну, Япония, Япония и санкции вела, и господи, она даже против Соловьева вела санкции. Чем японцам Владимир Рудович не угодил, я не знаю, но последний список там то ли десяток, то ли полтора десятка людей, против которых Япония вела санкции, это был в том числе и Володя. И мне не очень понятно, а ему теперь можно рис палочками есть? Ну, как-то неправильно получится. Хотя, впрочем, рис палочками и китайцы едят, и вьетнамцы, наверное, можно. А вот суси, сосими, мизосуп, это как? Допустимо? Чёрт, что я сбоку бантик. А боевыми искусствами ему заниматься можно? Или санкции предполагают, что исключительно балетом? Уж не знаю, на льду или просто хореографией? Но никак ни дзюдо, ни каратэ, ни какими-то другими японскими видами. Странно эти ребята, но тем не менее. И при этом Япония одновременно возразила, она протест послала против того, что её занесли в список недружественных России стран. При этом запретив экспорт в Россию своего оборудования для нефтедобычи и нефтепереработки. Мне кто-нибудь может объяснить из тех, кто нас слушает сейчас, вот где эта логика? Я не понимаю, ну, не доходит до меня. Мы вводим санкции против вас, но вы нас, пожалуйста, не заносите в список недружественных. А вы кто с вашими вечными претензиями на Южные Курилы? Дружественные? Нет, если Япония, конечно, включить состав, там, я не знаю, Сахалинской области или Приморья, то, ради бога, тогда дружественные. Но пока что роль Японии в политической системе мировой примерно такая же, как у Микронезии, Пуэрто-Рико, Американского Самоа, Маршаловых островов. Ну, что-то такое болтается в океане, островное ассоциировано с Соединёнными Штатами Америки, и чего большой белый отец из Вашингтона скажет, то Япония и делает. И таких стран тоже достаточно, тоже достаточно, зависимых либо зомбированным руководством, либо полностью оккупированных. ничего вы с этим не сделаете, потому что это же мы войска из Германии вывели, а американцы нет. И на сегодняшний день, что Европа не является, западная Европа, территория оккупированная американцами, является. Является, причём, надо сказать, не слишком опекаемой, потому что вот того взрыва в экономике, который сейчас будет, Европа точно не переживёт, и европейская экономика тоже. Я не очень, конечно, понимаю, почему Газпром качает газ через Украину, как заведённый, может, это специальный какой-то секретный план, который до меня лично не доходит, а может, это частная инициатива каких-то топ-менеджеров этой благословенной организации, но это уже второй вопрос.